Здравствуйте! Вы смотрите новости Инстафорекс и в студии я, Анна Касаткина. По сообщению авторитетного делового агентства Bloomberg, 2011 год стал одним из самых драматичных для мировой экономики. Так, инвесторы в прошедшем году потеряли на фондовых площадках 6,3 трлн долларов. При этом совокупная капитализация мирового бизнеса упала за год на 12,1%, сократившись до 45,7 трлн долларов. Евро оказалось валютой, которая вышла наиболее ослабленной среди всех остальных твердых валют по итогам минувшего года. Так, закрытие мирового финансового рынка в минувшую пятницу за 1 евро в ЕС давали 1,29 доллара. Тем самым за 2011 год единая европейская валюта обесценилась по отношению к американской на 3,4%. Напомним, что в этом году евро отмечает 10-летний юбилей, и многие задаются вопросом, доживет ли он до следующей круглой даты. Наибольшие убытки потерпели игроки на мировом фондовом рынке. Так, по итогам торгов в 2011 году лондонская биржа потеряла 5,55% от своего главного индекса. Франкфуртская – 14,69%, Парижская – 16,95%, Миланская – 25,20%, Мадридская – 13,11%, Брюссельская и Амстердамская – по 11,87%. Азиатские фондовые биржи также ушли в минус. Что касается Нью-Йоркской фондовой биржи, то Dow Jones прибавил за год 5,53%, однако NASDAQ потерял 1,8% стоимости. При этом наибольшие потери в уходящем году понесли инвесторы, имевшие на своих руках акции и ценные бумаги банков. А самую большую прибыль получили те, кто в основу своей стратегии на 2011 год положил энергетический сектор. Акции нефтяных компаний стали по итогам года лидерами роста мирового фондового рынка. Вы смотрели новости ИнстаФорекс. До свидания.